У меня есть кое-что, что разбудит ваш мозг лучше и быстрее, чем кофе. Берите лупу и приступайте к нашим новым загадкам. Внимательно посмотрите на эту картинку. Что здесь не так? У каждого из этих четырех человек в руках по кусочку пиццы. Но в коробке с пиццей не хватает только трех кусочков. У вас есть три кувшина, и все они неправильно маркированы. В одном кувшине яблоки, в другом апельсины, а в третьем смесь яблок и апельсинов. Вам можно достать из каждого кувшина столько фруктов, сколько вы хотите, чтобы исправить этикетки. Какое минимальное количество фруктов и из каких кувшинов вы должны достать, чтобы правильно переклеить этикетки? Рассмотрим такой сценарий. Вы достаете фрукт из кувшина с надписью «Яблоки-апельсины» и получаете яблоко. Это означает, что на кувшине должна быть надпись «Яблоки». А на кувшине с надписью «Апельсины» должна быть надпись «Яблоки и апельсины», так как в нем не может быть апельсинов. А у нас уже есть кувшин с надписью «Яблоки». Аналогичный сценарий применяется, если вы берете апельсин из кувшина с надписью «Яблоки-апельсины». Таким образом, достаточно достать один фрукт из кувшина, яблоки и апельсины, чтобы правильно маркировать все банки. Однажды фермер попросил инженера, физика и математика оградить наибольшую площадь с использованием забора наименьшей длины. Инженер придал своему забору форму большого круга и сказал, что это самый эффективный способ. Физик сделал длинную линию и сказал, что лучше всего отградить половину земли. Математик посмеялся над ними и показал свой проект, который превзошел все остальные. Что он сделал? Математик сделал вокруг себя небольшое круговое ограждение и объявил себя находящимся снаружи. Каждый день после работы Джек приезжал на вокзал в 17.00. Его жена выезжала из дома на своей машине, чтобы встретить его там ровно в 17.00, забирала его и отвозила домой. Однажды Джек приехал на вокзал на час раньше и отправился домой пешком. Он шел до тех пор, пока жена не подобрала его по дороге. Они вернулись домой на 30 минут раньше обычного. Сколько времени он шел пешком? Лучше всего рассматривать эту задачу с точки зрения жены. Ее поездка туда и обратно сократилась на 30 минут, что означает, что каждый этап ее поездки сократился на 15 минут. Это означает, что Джек должен был идти пешком 45 минут. Логан – спецагент, который пытается поймать отъявленного злодея. На двери в его штаб-квартиру Логан видит кодовый замок. Мужчина также замечает календарь, висящий на стене. Внизу есть буквы В, Ч, П. Немного подумав, специальный агент выясняет код. Что это за цифры? Это 2, 4, 5. Буквы обозначают дни недели. Вторник, четверг и пятница. Вторник – второй день, четверг – четвертый, а пятница – пятый. Посмотрите на эти две семьи. Какая из них фальшивая? Что вы думаете? У семьи справа странные диетические привычки. Сыну позволяют съесть весь торт в одиночку. Но, возможно, они просто не заботятся о здоровом питании. А вот у сестер слева с этим полный порядок. Но заметили ли вы USB-порт на шее у девушки справа? Она робот. И не может быть сестрой настоящей девушки. Теперь посмотрите на этих заключенных. У кого больше шансов сбежать? Ха-ха, попались. Ни у кого из них нет шансов. Того, что справа остановит – тюремный охранник. А тот, что слева, окажется лицом к лицу с недружелюбными собаками. Как насчет этих девушек? Кому из них не хватает здравого смысла? Это был еще один вопрос с подвохом. Они обе не блещут умом. Та, что слева собирается опубликовать фотографию своей кредитной карты в соцсети. А та, что справа собирается поделиться с подписчиками данными своего удостоверения личности и билета на самолет. Это огромная глупость. В первый же учебный день у директора пропал бумажник. Было трое подозреваемых – садовник, учитель математики и учитель физкультуры. Вот что они рассказали. Садовник подстригал лужайку перед домом. Учитель математики проверял контрольную, которую написали его ученики. А учитель физкультуры общался с новичками, которые хотели присоединиться к школьной футбольной команде. Кто взял бумажник? Это был учитель математики. Никто не дает контрольной в первый учебный день. Посмотрите на этих женщин. Можете определить, которая из них не беременна. Это женщина справа. Ее живот странной формы и кажется, что под одеждой что-то шевелится. Жутковато. Однажды император спросил своего генерала, что бы тот выбрал, если бы ему предложили либо справедливость, либо много золота. «Я бы выбрал золото», – без колебаний ответил генерал. Император был ошеломлен. «Я был бы разочарован, даже если бы это был выбор слуги», – сказал император. «Но когда это говоришь ты, это не только разочаровывает, но и шокирует, и печалит», – генерал без проблем оправдал свой ответ перед разгневанным и обиженным императором. Что он сказал? Он сказал, что люди просят то, чего у них нет. «При правлении вашего величества», – добавил он, – «справедливость доступна всем. Но я расточителен, и мне всегда не хватает денег. Вот почему я сказал, что выберу золото». Ответ порадовал императора, и его уважение к генералу было восстановлено. Полицейские прибыли на горнолыжный курорт рано утром. Ночью кто-то напал на менеджера отеля, и мужчину доставили в больницу без сознания. Полиция подозревала трех человек – Лару, Джеймса и Артура, которые приехали накануне. Полицейские осмотрели их комнаты, и вот что они обнаружили. Посмотрите внимательно и постарайтесь понять, кто напал на менеджера. Это был Артур. Смотрите, у него нет теплой одежды, значит, он приехал. Не кататься на лыжах. О, нет! Эллисон – большой начальник в международной компании. Однажды, спеша на важную встречу, она замечает, что нужные ей документы еще не распечатаны. Но она попросила сделать это как минимум трех своих подчиненных. Джон говорит, что только что вернулся из магазина, потому что у них закончился кофе в зернах. Роберт утверждает, что был ужасно занят составлением нового контракта. А Анна отвечает, что была на кухне, готовила закуски и варила кофе для встречи. Кто же на самом деле забыл о задании и придумывает отговорки в последний момент? Это Анна. В офисе нет кофе. Тогда как она могла его варить? У богатого бизнесмена, мистера Хадсона, была серьезная болезнь. И он находился в лучшей больнице города. Его лечили таблетками, которые изобрели ученые из этой больницы. Мистер Хадсон чувствовал себя все лучше и уже готовился к выписке. Но однажды утром его нашли в критическом состоянии. У полиции было четверо подозреваемых. Уборщица, медсестра бизнесмена, его ассистентка и ученый. Уборщица сказала, что мистеру Хадсону нравится, когда в его комнате порядок, поэтому она каждый день приходит убираться. Медсестра сказала, что каждое утро делает мистеру Хадсону уколы, и они даже подружились. Ученый был очень расстроен, его болезнь была сложной, но мы добились впечатляющего прогресса. А сегодня случилось такое. А ассистентка ответила, что босс просил ее каждый день приносить его любимые сладости. И она так и делала. Сможете понять, кто стал причиной ухудшения состояния мистера Хадсона? Это была медсестра. Мистера Хадсона лечили специальными таблетками. О каких уколах она говорила? Харрисон шел домой, когда кто-то бросил в него что-то и избил с ног. Когда он пришел в себя, то обнаружил, что находится в комнате с четырьмя дверьми и крошечным окном. Харрисон открыл окно, но оно было слишком маленьким, чтобы протиснуться через него. Вдруг парень заметил лежащий на полу лист бумаги. Это была записка, в которой говорилось. Только одна дверь ведет наружу, остальные три двери никуда не ведут. Ты можешь попытаться открыть только одну дверь и только один раз. Если не угадаешь, все они будут заперты навсегда. Харрисон немного подумал и сделал правильный выбор. Как он понял, какая дверь ему нужна? Он открыл окно. Это создало сквозняк. Парень проверил замочные скважины и почувствовал, что из одной из них идет прохладный воздух. Это была дверь к свободе. Детектив Шелли Коппер отдыхала на пляжном курорте, когда там произошел неприятный случай. Кто-то столкнул миссис Кивенсен в бассейн, когда рядом никого не было. Но этот кто-то не знал, что дама была лучшей плавчихой в своем университете. И она никогда не прекращала тренироваться. Поэтому для нее не составило труда пересечь бассейн и выйти из него с другой стороны. Шелли спросила женщину, видела ли она нападавшего. Она не видела. Но она была уверена, что это был кто-то, кто знал, что она только что получила огромное наследство. Детективу нужно было поговорить с тремя людьми. Это были сын миссис Стивенсен Терри, ее внучка Глория и племянница Джуди. Терри сказал, «В последние дни я очень занят. На работе возникли срочные дела. У меня даже нет времени выйти из своей комнаты, чтобы сходить на завтрак или ужин». Глория попросила Шелли сохранить ее тайну. Она встречалась с официантом, с которым познакомилась в пляжном кафе. Если бы ее родственники узнали об этом, они бы пришли в ярость. А Джуди сказала Шелли, что взяла машину, чтобы поехать за покупками в центр города. Кто лжет? Терри. Мужчина выглядит загоревшим. Но как это может быть, если он несколько дней не выходил из своей комнаты? Джейден купил красивое кольцо для своей девушки. Он хотел сделать ей предложение в выходные. Он оставил кольцо на столе у себя дома и ушел на работу. Но когда он вернулся вечером, то не обнаружил кольца. В тот день дома были только три его сестры, и ни одной из них не нравилась его девушка. Джейден пошел расспросить каждую из них. Мия была в своей комнате. Она сказала, что провела там весь день и красила стены. Эмили была на кухне. Она ответила, что пекла праздничный торт для своей подруги. А самая младшая, Нора, была в саду. Она сказала, что сажала розы. Джейдену не потребовалось много времени, чтобы понять, кто взял кольцо. Вы знаете, кто это был? Это была Нора. Она выглядит слишком опрятно для человека, который якобы провел весь день в саду. К тому же у нее нет садовых инструментов. Лучший игрок волейбольной команды Джулиана исчез прямо перед игрой. Главными подозреваемыми Джулиана были три игрока из команды соперников. Джексон сказал, я только что вернулся из спортзала. Я разминался перед соревнованиями. Лео пришлось забирать жену и дочь из больницы. А Райан утверждал, что сломал ногу, а врач команды делал ему массаж. Кто стоит за исчезновением игрока? Это Райан. Делать массаж, когда у тебя сломана нога? Правда? Да.